Шалом, дорогие друзья! Недавно прошел пост 17-го Томуза, и мы медленно, но уверенно приближаемся к посту 9-го Ава. 9-го Ава в этот трагический день были разрушены оба иерусалимских храма. Это огромные, просто невероятные трагедии для нашего народа. Давайте задумаемся, если у нас уже есть пост 9-го Ава, в котором случились самые большие трагедии, зачем нам мудрецы делают пост 17-го Томуза и другие посты, которые тоже связаны с разрушением храма. Один из постов, это когда началась осада Иерусалима. Другой пост, это когда они уже проломили стену, иерусалимскую стену. Это все большие-большие трагедии, но в результате уничтожили храм, и мы скорбим, что храма нету, ни первого, ни второго, мы молимся о третьем храме. Уже есть 9-е Ава, когда уже в результате мы получили вот эти вот ужасные трагедии. Зачем нам еще поститься? И вот эти дни, которые вот когда разрушили стену, началась осада, зачем и в них тоже поститься, если в результате случилось то, что случилось, и мы уже постимся 9-го Ава? Говорят нам наши мудрецы, это очень важные посты. Когда началась осада Иерусалима, вы почему не сделали раскаяния, вы почему не молились Богу? Как вы допустили 9-е Ава? Вот эти промежуточные посты, когда была осада Иерусалима, затем когда уже проломили стену, они нам очень нужны, чтобы мы понимали на будущее. Вас когда уже начали осуждать, вашу стену когда проломили, вы почему продолжали с вашей ненавистью друг к другу? Вы почему не увидели, что началась трагедия? Вот уже осада, вот уже взяли стену. Скоро могут добраться до храма, раскаивайтесь люди. Кричите, вопите Творцу, трясите небеса, Бог спаси, убери вот эту угрозу, прости нас. Они этого не сделали. Когда начались проблемы, они не увидели, чем это может закончиться, и они, увы, не раскаялись перед Творцом мироздания и не исправили свои поступки. Поэтому у нас есть все вот эти посты, которые вот мы постимся о начале трагедии, потому что мы хотим, чтобы на будущее, когда, не дай Бог, начинаются проблемы, чтобы мы сразу вот на этом этапе уже раскаялись, и мы не ждали 9 авгу, когда уже будет просто поздно раскаиваться, и храмы уже будут уничтожены, и началось тяжелое изгнание. Мудрецы нам говорят, научись избежать трагедию, исправь все с 17 томуза, и тогда у тебя не будет 9 авгу.